От пациента. Найдена солидная кистозная опухоль в нижнем полюсе правой почки и небольшая киста в печени. Хотелось бы получить более подробную расшифровку моего КТ, узнать накапливает ли опухоль контраст, узнать классификацию опухоли по босниак, задеты ли сосуды, узнать ваше мнение по поводу, какому типу больше подходит опухоль, доброкачественная или злокачественная, и нет ли метастаз в ближайшие органы, и по печени киста это или метастаз. Заранее спасибо за помощь. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по представленным КТ-тамограмм пациента 1977 года рождения. Дата исследования 30 июня 2020 года. Область исследования. Брюшная полость и брюшинные пространства с внутривенным болюстым контрастированием. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень увеличена. ККРПД 215 мм, ККРЛД 80 мм. Контуры четкие, ровные. Нативная плотность диффузна неоднородно. Плюс 20, плюс 83 хаунсфилда. Артериальная плотность в среднем по печени снижена до плюс 60 хаунсфилда. В С7 включение жидкостной плотности, плюс 11 хаунсфилда, не накапливающий контраст. Портальные вены диаметром до 20 мм. Желчные протоки не расширены. Желчные пузырь обычных размеров, правильной формы. Тентген-контрастные конкременты не определяются. Выявлено два пристеночных полипа. Нативная плотность плюс 24 по хаунсфилду. Артериальная до плюс 69 хаунсфилда. Венозная до плюс 50 хаунсфилда. Селезенка увеличена. Аксиальным размером 140 на 56 мм. С четкими ровными контурами, без RG-контрастных очагов. Селезеночная вена расширена до 10 мм. Поджелудочная железа обычных размеров, с нечеткими контурами. Паренхима диффузна неоднородно. Нативная плотность плюс 23, плюс 90 хаунсфилда. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены. Обычная структура. Почки не увеличены. Паренхима однородно. Чешная лоханочная система не расширена. В сосудистой ножке почек паронефральная клетчатка структурная. На нативных томограммах полостных системах почек минимальное количество контраста, что затруднило выявление конкрементов. В нижнем полюсе правой почки выявлено субкорсулярное мягкотканное образование. Аксиальным размером 56 на 42 мм. Крайне амкоудальным до 48 мм. Контур образования достаточно четкий, неровный. В структуре выявлено минимальное включение жировой ткани. Нативная плотность минус 44 плюс 48 хаунсфилда. Накопление контраста ближе к лакунарному типу. Преимущественно по периферии опухоли. Артериальная плотность до плюс 144 хаунсфилда. Венозная до плюс 77 по хаунсфилду. В центре накопление контраста снижено. Почки накапливают и выделяют контраст с своевременным. Мочеточники в зоне сканирования не расширены. Патологические включения в них не выявлены. Абдоминальные забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Поясничный отдел позвоночника. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Снижение высоты межпозвоночных дисков по удальному направлению. Тенденция к формированию клювовидных разрастаний. В задней третьей крыла правой подвздошной кости участок остеосклероза аксиальным размером 17 на 16 мм. Заключение. КТ-картина гепатоменгалия, портальная гипертензия, формирование цирроза печени. Киста печени. Полипы желчного пузыря. Выраженные диффузные изменения ткани поджелудочной железы. Образование правой почки. Более вероятно атипичная гемангиома. Убедительные КТ-признаки секундарных изменений в зоне сканирования не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Рекомендована консультация анголога-гепатолога. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов МА. Комментарий врача-рентгенолога. По опухоли в почке, более вероятно, что это атипичная, но все же гемангиома, доброкачественная опухоль. Учитывая ранее описываемый рост опухоли, ее нужно удалять, но прогноз более благоприятный. Данных за наличие метастазов не получено. Классификация босняка к этой опухоли неприменима. Они писали про другое. Образование в печени скорее всего киста. Более точно это можно узнать на МРТ. Там такие мелкие кисты хорошо видны. Также есть значительные сложности с печенью. Она увеличена. Признаки поражения паренхимы печени. Она в меньшей степени копит контраст, расширены портальные и селезеночные вены. Вам нужно к гипотологу сдать анализы. Без них судить достоверно о патологии печени невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова